Добрый день! Мы находимся в рабочем пространстве мониторингового центра Росхолс. Сегодня мы покажем, как работает мониторинговый центр, посмотрим путь заявки от начала поступления заявки до ее решения, покажем, как мониторинговый центр помогает сокращать расходы на обслуживание кофемашины и помогает сокращать время простоя кофемашины. Здесь мы видим объекты, подключенные к удаленному мониторингу. Здесь их порядка 4000 объектов и на этих объектах установлено порядка 7500 единиц оборудования, которые подключены к системе удаленного мониторинга. Основную задачу, которую решает мониторинговый центр, является сокращение операционных и технологических простоев. Еще одна задача – это централизованное управление загрузкой рецептных групп и контроль качества приготовляемых напитков. Итак, как заявка попадает в мониторинговый центр? Есть три варианта создания заявки. Первый вариант – клиент может оставить заявку по телефону горячей линии в наш колл-центр. Также заявка может быть отправлена письмом по электронной почте. И вариант, когда кофемашина сама создает критическую ошибку и оператор делает звонок на объект, где установлено оборудование. Каждый из этих квадратиков – это объект, на котором установлено оборудование. Здесь очень много. Можем зайти на объект и здесь увидеть такое оборудование, как холодильник для продуктов, большая морозильная камера, большая холодильная камера, витрина для соленой выпечки, витрина для сладкой выпечки, витрина для напитков, витрина с молочными напитками, холодильник для сэндвичей, а также кофемашина и холодильник для кофемашины. Данное оборудование у нас находится на связи. Мы можем зайти на это оборудование, проверить его параметры и получить доступ к двухстороннему управлению. Зайдя на кофемашину, мы можем увидеть ее параметры, а именно температуру водяного бойлера 97 градусов, температуру парового бойлера 127, а также температуру молока в молочном контейнере 5 градусов. Здесь мы увидим экран кофемашины, мы можем зайти в сервисное меню и получить доступ к настройкам кофемашины. Здесь мы видим список критических ошибок. Ошибки у нас делятся на два типа, это операционные и технологические. Операционные ошибки это связанные с ошибками персонала, это не засыпанный кофе, это не залитое молоко, либо не очистили контейнер для гущи, и технологические, которые уже связаны с поломкой кофемашины и требуют выезда в сервисную механику. И с теми и с теми ошибками работает оператор, пытается их решить удаленно и если не получается уже передает на сервисную службу. На этом экране мы видим заявки, которые клиенты оставили через колл-центр и эти заявки будут обработаны операторами в ближайшее время. Разберем самые распространенные заявки, которые попадают в мониторинговый центр. Заявка 448651. Кофемашина не наливает молоко. Оператор видит эту заявку, берет ее в работу, видит контакты заявителя, контактный номер, адрес объекта. Далее оператор подключается к кофемашине и пытается решить проблему удаленно. Здравствуйте, мониторинг латерна Русского с Ольгом. Звоню по вашей коданной заявке, не доливает молоко. Я сейчас посключаюсь в вашу кофемашину и вижу, что кофемашина не промывалась. Запустите сейчас промытку молочной системы. Также замените порсунку оранжевого цвета. Вижу, что ваша кофемашина промылась. Я сейчас подключаюсь в рецепт. Вижу, все рецепты у вас соответствуют технологической карте. На трубке у вас соответствует пена в норме. Сейчас я делаю системный разгон. После этого мы с вами пропустируем напиток. Кофемашина ваша перезапускается. После того, как ваш кофемашина включается, мы с вами делаем тест напитка. Сейчас у вас кофемашина включилась. Возьмите пожалуйста стакан, пролейте капучино. До 40% заявок удается решить удаленно. В случае, если оператор понимает, что проблема техническая, заявка передается на сервисную службу и назначается на сервисного механика. Это могут быть такие заявки, как декальцинация, техническое обслуживание и другие технические заявки. Всем объектам, которые подключены в системе удаленного мониторинга, доступны группы отчетов. Такие как отчет по напиткам, отчет по промывкам, отчет по простоям и отчет сравнения пробитых по кассе напитков и фактически пролитых на кофемашине. Посмотрим на примере отчета по промывкам. Мы видим объекты, которые находятся у клиента и справа график промывок. Данные наборы отчетов доступны как в доступной версии, так и в мобильном приложении БМС. После того, как заявка была передана из мониторингового центра, заявка поступает в интерспейческий центр сервисной службы Росхолдс, после чего заявка назначается на сервисного механика. Сервисный механик получает уведомление в приложении БМС, видит заявку, ее номер, причину и приступает к выполнению данной заявки. Специалисты сервисной службы отслеживают передвижение механиков на карте и в зависимости от загрузки назначают на них заявку. Основной задачей мониторингового центра является повышение прибыли вашего предприятия за счет сокращения затрат на сервисное обслуживание и ремонты, а также за счет сокращения простоев оборудования.